Внимание! Мотор! И начали! Странно, мне очень нравится этот сценарий, поскольку я принимал участие в его переработке. Краткое содержание сюжетных линий. Она супермодель, он телеведущий. Она хочет за него замуж, он жениться не хочет. Тогда девушка готовит план мести. Она решает выйти замуж за обычного парня из породы офисного планктона. Банковский клерк соглашается на свадьбу тоже назло. Назло своей девушке, которую также тщетно добивался. Выйдя из ЗАГСа, молодожены-мстители понимают, что пыл их мести прошел, а счастье теперь придется изображать. И это только начало. Роль простого парня сыграет актер Максим Матвеев. Он обычный парень, банковский служащий, скромный, очень скромный, со своими какими-то комплексами, хорошо воспитанный, судя по всему. Ну, мы так с решением поговорили, что, в принципе, это такой собирательный образ, который, ну, так сказать, многих парней, который, ну, должен найти какой-то отклик у них. В роли супермодели Екатерина Вилкова. По сценарию моя героиня несколько раз выходит замуж в картине. Несколько фотосессий у нее происходит по сценарию. Ну, и, надеюсь, счастливый финал ее ждет в конце. Я бы назло ничего никому не стала делать, по крайней мере, вот так вот серьезно. Назло можно на ногу наступить. Выходить замуж назло как-то глупо. В этой «Женилке», как прозвали в народе медийные проекты на свадебную тематику, сыграют Федор Бондарчук и Мария Кожевникова. В день съемок на площадке появился еще один участник фильма – Арарат Кищан. Я играю друга главного героя, такого расслабленного, веселого, позитивного человека. Он тоже наладит свою личную жизнь. Жить стало лучше, жить стало веселей. Это видно невооруженным глазом на телекранах, пестрящих юмористическими программами с разнокалиберными шутками-прибаутками. Когда веселится и ликует весь народ, не мудрено затеряться новой романтической комедии в бурном потоке записанного закадрового смеха. Но создатели фильма это не пугает. Никакой такой глобальной плюнуть в вечность желания нет. Никакой такой суперглобальной месседж поколения. Мне очень хочется, чтобы зритель, который пришел на площадку, почувствовал ту любовь, с которой мы делали свою работу. У нас мало хороших комедий. Надеюсь, что эта картина не пропадет, потому что мы постараемся сделать ее хорошо. И плюс, если бы мне не казалось, что она будет интересной, наверное, меня бы здесь не было. Хорошо снятая романтическая комедия дает только позитивные эмоции, получаешь огромное удовольствие и с хорошим настроением идешь дальше делать какие-то, допустим, нежелательные дела, с которыми приходится жить. А романтическая комедия дает хорошее настроение. Но главное ее хорошо снять. Сколько бы ни писали и не пытались проводить параллели, это все равно будет другое кино. Я уверен, что оно будет хорошее. Мы все кладем на это много усилий. Действительно, то есть от души это делаем. Завершить работу над фильмом планируется к весне следующего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова